Субтитры делал DimaTorzok Значит, добрый день и большое спасибо всем, кто сюда пришел. Я хочу напомнить вот о чем. Сегодня у нас со дня нашего основания 97-е заседание. Значит, ноябрь 98-е, декабрь 9-е, январь юбилейная, сотая. Не знаю, как сложится судьба нашего семинара в дальнейшем. Мне-то почему-то кажется, что эта форма работы просветительской себя или изживает, или изжила. В последнее время было много неудач у нас. Ну, например, приезжала из Москвы замечательная исследовательница истории русской мысли Юлия Белялевна Мелих. Да, она знакома нам по работам по Корсавину, и зданиям Корсавина, и по-русскому неакантианству. У нас было целых шесть человек. В актовом зале это было страшно. Мне было страшно. Сердце сжималось и никак не разжималось. Есть предложение перейти на цикл лекций по истории русской мысли в различных совершенно планах, и личностным, допустим, по мыслителям, либо тематически. Но сто всё-таки много, и устаёшь. Просто устал от этого. А теперь о ближайшем, следующем. Вы знаете, у нас ближайшее заседание состоится не в пятницу, но только потому, что Борис Исаевич Пружинин, редактор вопросов философии, ну, не может в другие дни никак. Он просто занят в другие дни. И я всех присутствующих здесь попрошу прийти 19 ноября, попрошу подготовиться к 19 ноября, полистать вопросы философии. Ну, сколько можно полистать? За год минувший. Только номера за этот год. Сомси не улучшись. А может быть, лучше просмотреть сразу с 47-го года и наметить даже эволюцию, ну и так далее. Посмотрите, скажите, пожалуйста, своим коллегам по институту, просто по работе, пригласите тоже. Я, в общем, его с трудом уговорил приехать. Именно они сюда приезжают на дни петербургской философии. На этих днях петербургской философии будут презентовать вышедшие последние книжки из серии «Русские философы» первой половины 20-го века. А я уговорил его приехать к нам как редактор вопросов философии. К вопросам философии сейчас предъявляют очень многие и довольно жёсткие претензии. Быть может, ему будет полезно выслушать наше мнение о той продукции, которую он нам предлагает. Вот это ближайшее, что у нас. Что касается сегодняшнего дня, то, к сожалению, чая у нас сегодня не будет. Не будет потому, что... Заходите, пожалуйста, рады вас видеть. Не будет потому, что у нас произошла в Академии кадровая революция. И ещё не всё устоялось. Ещё не определились люди, которые бы нам могли помочь в этом чайном мероприятии. А так сегодня я вам представляю, уважаемого нами всеми, автора многих работ по печати русского зарубежья, доктора исторических наук, профессора нашего замечательного кулька, Петра Николаевича Базанова. Пётр Николаевич Базанов специалист по печати русского зарубежья, в особенности второй волны, да, так я понял? Теперь уже ширше стало, ширше и глыбже. Да. Специалист по печати русского зарубежья, поэтому есть возможность выяснить те вопросы, которые вас волнуют в связи с такими проблемами. А сегодня вот тема. Николай Иванович Ульянов. Проблема. Украинский вопрос в историю русской мысли. А он имеет, как вы знаем, свою историю. Спасибо большое. Господа, пожалуйста, если бы я с вашей позволения. Болгару, как вы знаете, привычный. Ну, вот Александр Александрович попросил меня прочитать лекцию. Соответственно говоря, сначала даже не совсем правильно понял тему нашей лекции, я решил, что это вообще украинский вопрос в русской философской мысли. Вот беда состоит в том, что практически никто из русских философов, за редким исключением таких профессиональных известных, про это не писал. Это традиционная область публицистики. Еще публицистики довольно новой. Почему? Потому что еще 120 лет тому назад никто в мире не знал термина «украинство». И украинцы тоже не знал. Слово «Украина» употребляли в значении термина «окраина», «пограничье». Мало того, то, что мы сейчас именуем в виду «Украиной» и вот эту территорию, это была ли всего лишь одна из многочисленных Украин, которые существовали в терминологии 16-17 века. Это была Украина польская. Больше всего Украина была в московском государстве. Вот мы сейчас территориально находимся от шведской Украины. То есть это пограничная района. Но ваш вопрос, чем Украина отличается от других территорий, вот этой вот восточной Европы, все очень просто. Дело в том, что местным жителям на украинских территориях разрешалось носить оружие женщинам и мужчинам. Аналогично было на турецкой границе в Австро-Венгрии, но там хорватов, которые служили таким же образом, их называли проще, на западном. Граничары. До сих пор существует этнографическая группа хорватов, которых так и называют граничары. Переведя слово украинский со старомосковского диалекта русского языка, украинцы это, скорее всего, пограничники. Помните, в советское время было резкое отличие пограничных территорий. Туда нельзя было въезжать основному населению. Многие даже города были на восточной границе. Если ты случайно зашел на коренском перешейке на территорию погранзоны, тебя могли выловить и посадить до выяснения личности, что ты делаешь. Ты должен был узленно объяснять. Вот это термин Украины и происходил главным образом. Поэтому еще 120 лет тому назад термин Украины вообще невозможно было присутствовать. Что же касается темы сепаратизма в России, то эта тема совершенно особая. Потому что если бы мы собрались бы ровно 100 лет назад в философском обществе Санкт-Петербурге, меня бы спросили бы, если бы я, конечно, тогда жил бы, какие сепаратизмы вы знаете, я бы с радостью вам бы перечислил несколько десятков сепаратизмов, таких народов, которых вы никогда не слышали. Кроме двух удачных проектов сепаратизма в России, это украинского и белорусского, немногие люди знают о казачьем сепаратизме, или как их сокращенно называют, казакийцами. Кстати говоря, кому интересно, существование независимой казаки признается американским конгрессом постановлением закона Public Law 86-90 от июля 1959 года. Где-то у нас на территории России находятся две загадочных страны, и День Уралия, и казаки. Кто хочет, я потом отдельно расскажу, что это был за закон такой замечательный. Кроме казакийцев, вот этих загадочных, многие из нас наверняка слышали про очень популярное сибирское балансичество. То есть думал, сибирики это не русские, а совершенно другой народ, который резко отличается, точно так же, как американцы отличаются от англичан. Еще менее известное явление такого псевдо-национального сепаратизма под названием Волгарский сепаратизм и Уральский сепаратизм. Причем вы учтите, вот у этих сепаратизмов, у них вся антрибутика существует до наших дней. Вот приведу вам пример. Например, украинский все флаг знают жевто-бланкитный, да? Что такое жевто-бланкитный флаг? Существует две версии происхождения. Первая, что это просто шведский флаг, ну, Мазапинский. Вот эти немногочисленные предатели, поддержавшие Мазапу, из миллионного населения России, в Малороссии не накопилось и 4000 человек, там трещатся по точным подсчетам Петровского времени, в производственном листах. Вот, у белорусов это интерпретация польского флага, то есть бело-красные цвета. У сибирьков бело-зеленый флаг, это очень просто интерпретивница снега Сибири и леса Сибири. У волгарей бело-голубой, вода Волги и льдины, которые плывут по, соответственно, Волге. И у уральцев, соответственно, белый-черный снега Урала и черные горы Урала. Про эти сепаратизмы практически никто не знает, потому что все их носители пропали у нас в 20-е годы в связи с эмиграцией, массовыми репрессиями и прочее. То есть эти мысли полностью умерли. Почему же вопрос сохранился украинский, белорусский сепаратизм? Все очень просто. Поддержка Запада. Вот как раз, начиная мою лекцию по поводу непосредственно русской мысли, надо сказать, что первоначальная борьба еще с украинским сепаратизмом до появления самого сепаратизма, она родилась отнюдь не в Российской империи. Дело в том, что часть русского населения, бывшей Киевской Руси, а именно эта территория, которую мы называем Галицией, из Лизы-Закарпатьев, оказалась под властью Австро-Венгрии, как вы все прекрасно знаете. И там в 40-е годы, когда происходило во всей Европе так называемое появление национального возрождения, появились многочисленные русские клубы, которые пытались восстановить свою историческую связь с бывшей митрополией, то есть с городом Петербургом, даже не с Москвой. Они были, естественно, под влиянием славянофилов, оттуда это явление получило в украинской историографии название «москофильство». Сколько они ориентировались ни на чиновния Петербурга, который старался не портить с дружеской остроенной грей, отношения, а скорее на такие вот либеральные славянофильские запретические элементы в России, то есть в московских как бы непосредственно ученых. Я вам даже принес специально одного из легендарных личностей, его архив находится в нашей российской библиотеке, исследователя Василия Романовича Ваврика. Ваврик человек очень интересный. Дело в том, что его отправили в 2014 году в знаменитый концлагерь Терезина, это потом в Толергоф, вернул он потом, а сумел оттуда бежать и оказался на итальянском фронте, бежал с итальянского фронта к итальянцам, как заявивший, что он сторонник русского движения, был выслан в Россию, и в 2017 году, 25 октября, он приехал в наш город. Вот, самый, конечно, соответственно. Потом он воевал в белом движении, потом учился в Праге, вот, а потом всю жизнь жил в городе Львове, где был секретарем знаменитого Ставропегионного университета. Это еще в 17 веке появившаяся, даже, да, в 17 веке появившаяся организация, которая напрямую подчинялась патриархам антиохийскому и константинопольскому типография, монастырь, светское объединение, что-то вроде вот такого первичного университета. Потом они дали это название. Вот я специально вам принес посмотреть издание американское после смерти в Аврике, потому что они хотели при жизни публиковать, потому что он был советским. подданным после, естественно, 45-го года. И здесь вот в Аврике так довольно методично перечислил, начиная от первых представителей Галиции и Закарпатья с Киевской Руси, ну, практически там даже в момент публикации еще кто-то был жив в США, все представители вот этого москвафийского движения, которые никогда не признавали существование украинства. По всему прочему, я должен вам прибавить, что в советских изданиях многие из этих персонажей упоминаются, но упоминаются как украинские общественные деятели. Вот из них таким одним из самых известных является Яков Головацкий, который переехал потом в Россию и служил в городе Вильне. Вот дело в том, что Головацкий отличился тем, что когда он выпустил в 1948 году русалку Днестрову, сборник поэтический, ну, альмонах поэтический такой и разных авторов, там вообще не упоминается, что есть какие-то вот кто не считает себя русскими. Значит, это очень обеспокоило австро-венгерские власти, особенно это обеспокоило то, что в 1848 году, когда русская армия проходила через эти территории подавлять венгерское восстание, народ встречал русские войска как своих родных. И австро-венгерия это очень-очень у элиты вызвало большие опасения. И дальше начался поиск, как бы их назвать, чтобы вот они не назывались русскими. Предлагалось много вариантов. Вот народное произнесение слова русский русины, это укоренилось. Предлагался вариант названия нашей страны на латыни, рутени или рутенцы. Вот варианты рутульцы. До сих пор Ватикан именует нашу страну рутени. Если кто не сомневается, может в этом посмотреть, это очень легко проверить. И, наконец, вот только в начале 20 века конкретный человек, Михаил Сергеевич Грушевский, первый президент Украинской Республики, правда он был президентом всего несколько часов с вечера до утра, потом он был свергнут гетманской властью, придумал вот этот вот термин, и первоначально даже он боялся употреблять его без пояснения Украина, Тиберя, Русь, потому что иначе его бы никто не понял. И довольно, надо сказать, года до 18-го вообще никто не понимал, что такое украинцы, кто такие, кто это такое. Вот использовали термин при Днепровье, хохлы, простонаречие, не имевшим никакого обидного при... Или вот тогда разводилась такая вот вещь о том, что Российская империя не есть киевская ручь, а есть какое-то новое образование, и есть совершенно как бы неповторимое. Это полная чушь, потому что любой человек, учившийся в советской школе, может взять атлас для 7-го класса советской школы и посмотреть на современные границы, где вы увидите, что да, действительно, современное Галецкое княжество находится на территории Украины, как и Киевское, и Переславское, пол Черниговское, пол Волыни, пол Волыни, Полоцкое княжество находится на территории современной Белоруссии, пол Черниговского, все Рязанское, все Владимиросуздальское, все Смоленское, Смоленская и вся Новгородская Русь находятся на территории современной России. Что же касается аборигенности населения, это очень важно. Сохранились ли где-то остатки вот этого населения Киевской Руси, которые не ассимилировались с другими народами, не вступали в какую-то... Есть два таких места. Это в самых горах Карпатах, вот эти вот люди, которые сейчас тебя именуют карпатаросами, русинами, наверху, и это наши Оланецко-Новгородские леса, куда вот они переселились, где-то, наверное, в 7-9 веке, и поэтому туда вообще никакие завыватели физически не могли добраться, ибо там такие, как вы знаете, до сих пор болотные дороги, что туда невозможно. Почему выяснилось это? Выяснилось при совершенно гипнотических ситуациях. В 1914 году новгородские Оланецкие полки, собранные из крестьян этих губерний, участвовали в нашем знаменитом наступлении 1914 года, вот как раз Галиции. И там наши этнографы, на глазах офицера, выяснили, что крестьяне, которые на местных, вот только у них, вот этих у логоцов, у оланецов, есть какие-то диалектные слова, которые только они понимают. И выяснили, что вот эти вот ребята, которые живут в лесах, в Закарпатье, они тоже эти диалектные слова понимают. Все остальные киевляне, черниговцы, минчане, москвичи, питерцы, сибиряки, жители по Волжии, Урала, казаки не понимают. Юга России, у них эти слова ушли куда-то, заменены другими, а вот это население до сих пор понимает. Ну, естественно, вы меня спросите, каким образом украинское современное самосознание пытается решить эту совершенно неразрешимую зарядку? Как так русские себя до сих пор называют русскими, так же, как население, видимо, себя называло в период Киевской Руси? И как, а почему украинцы себя называют нерусскими или истинно русскими, они на себя называют украинскими? И вот тут мы имеем явление самого настоящего мифотворчества. Ну, во-первых, в 19 веке, как вам известно, больше всего русских не любили поляки. Не любили совершенно обоснованно, потому что Россия, Пруссия и Австро-Венгрия разделили Польшу на три части и присоединили. Вот считаю, самая большая ошибка Александра I, что он присоединил после 1812 года царство польское, это была самая большая ошибка, это был скорпион на носу, как выразился один из моих знакомых, с которым весь 19-й лет. Вот поляки искренне считали вплоть до маршала Пирожсуцкого, что нужно вернуть границы 1772 года. Ну, ладно, говорит, Смоленск пусть останется у русских, но вот все, что западнее Киева и Орша, это точно польское. Там, конечно, живет польское население, вот, и никаких там православных русскоязычных естества нету. Многие из вас наверняка читали такой великолепный с художественной точки зрения роман Генриха Сенкевича «Огнем и мечом». Если не читали, то видели фильм. Это совершенно потрясающе с точки зрения современного человека. Я «Огнем и мечом» прочитал с большим удовольствием в детстве. Почему? Там ни разу не упоминали, что на этой территории есть какие-то православные, нигде не говорилось, что население себе именует русскими, ну, то есть казаки какие-то появляются, мифические откуда-то, полубандиты. Мало того, все происходит из-за того, что нескольких шляхтичей обидели. Ну, там, Богдана Хмельевского и еще прочего-прочего. Но потом нехорошие москали вторгаются с этой территорией. Естественно, поляки, которые бежали от русских отстрелингов, от русских в англосаксонские и в... Кто-то войти, что ли, хочет? Откройте, пожалуйста, может, это к нам... Не стесняйтесь, сходите, пожалуйста. Вот, которые бежали, они заняли кафедры в различных университетах. Вот, преподавателем Сарбоны был известный поляк Фадей Чацкий. Вот, кстати, у Фадея Чацкого встречаются слова украинцы, но не в англосическом смысле. Они встречаются именно как территория окраинных государств речи посполитных. Вот, Фадей Чацкий это один из любимых персонажей антиукраинской пропаганды. Почему? Потому что этот человек заявил, что русские отказались от термина москали в качестве самосознания указом Екатерины Второй в 1775 году. Вот, с тех пор все, кто пишет на эту тему, обещают, кто миллион долларов, кто сто тысяч долларов, кто сто тысяч, чтобы нашли вот этот именной указ. Мало того, Фадей Чацкий не просто написал про это, а он написал, что в это же время народ перешел от каких-то финно-тюркских языков к испорченному церковно-славянскому. Понятно, да? Вот, что полностью переворачивает всю русскую историю сверх наголово. Ну, просвещенные французы 18-19 века в эту байку поверить, естественно, могли, у нашей поверить в это никто не может физически. Вот, какая же концепция, что вот как бы славянские народы это белорусы и украинцы, а вот территория московского государства, учтите, Новгород, как вторая столица Киевской Руси, вообще не рассматривается, это какое-то собрание финно-угорских и татарских народов. Татары, как известно, вообще не люди, дальше идет, это азиаты. Финно-угры это дикие какие-то существа, и вот от этой смеси возникла вот эта тираническая Российская империя. Вот, если вы думаете, что эти идеи полностью умерли, откройте любой сайт, где есть украинские комментарии, там будет написано, что русские и не славяне, это татаро-финские племена. Вот, ну, советую вам открыть, например, по ютубу, посмотреть очень такой смешной ролик под названием «Казацкий марш». Великолепно идет музыка, ролик поставлен, как правило, из фильма «Огнем и мечом». Там вот эти вот гипертрофированные казаки с усами, вот, на заднем плане появляются какие-то бородатые, я думаю, это мы с калин. Наиболее бородатые из них это, конечно, кавказцы, не всякого сомнения. За 300 лет, за 400 лет ничего не изменилось, и дальше показывают, как казаки бьют польских гусар, вот, вот, причем, что мне приятно, там, в одном из роликов, на первой минуте 20 секундах появляются современные военные знамена Новороссии, ну, то есть, Андреевский КС на красном фоне. Как польские умудрились режиссеры допустить такую историческую глупость? Я не знаю, у казаков были, честно говоря, совсем другие знамена в это время, но вот это то, что называется символически. С вашего позволения, не буду отвлекаться, я продолжу непосредственно критики. Значит, что произошло дальше с русской мыслью? Честно говоря, русские не обратили на это никакого внимания. Наши ученые были заняты традиционными спорами в России. Кто виноват? Что делать? Вот, что нужно отменять крепостное право, что нужно по реформе Россию устанавливать демократию, повышать уровень народа, вот, что нужно заниматься изучением научной этнографии, вот, писать словари диалектных имен, и вообще, вот, для 19 века, если вы откроете какие-либо издания, я только боюсь, то ли в живописной России, да, в живописной России вы не увидите слово области, там, например, идут такие, значит, народы России, псковичи, смоляне, понятно, да, то есть употребляется не в современном смысле какие-то областничества, а появляются в терминах именно народ, поэтому не удивляйтесь, когда появятся термины украинский, белорусский народ, сибирский народ и прочее, прочее. Это для того времени чисто публицистическое выражение, которое не имело никакого названия, вот, причем национальные племенные ставились как ксенонимы, то есть это не есть. Вот, учтите вот еще, что обязательно нужно, когда мы говорим про 19 век, про Россию, вот у меня дедушка был довольно известным фолькерристом, членом-корреспондентом Академии науки. Он меня в детстве развлекал, как еще в начале 20 века в разных губерниях России говорили, на каких диалектах. Вот, например, человек приезжает откуда-нибудь в Петербург. Как вы думаете, что вот наш русский литературный петербургский диалект, который сейчас полностью практически исчез, мы сейчас говорим на ленинградском диалекте, чем он казался для человека, приехавший в 1914 году в город Петербург. Казенный язык. Это в литературе можете посмотреть. Почему казенный язык? Все говорят, как пишут. То есть произносят «ся» очень четко. Все говорят «чего», «что», а не «что», как, например, госпожа Вербицкая. Вот, или как на московском диалекте «чего», вот, или как на сибирском диалекте «чего» и прочее, прочее. И на, естественно, русском литературном языке, пока человек не волнуется, потому что, когда он волнуется, он начинает говорить с оставлением детских слов, люди говорили, когда они кончали гимназию, ремесленное училище, либо уже в высшем виде это университет. То есть, если человек кончил университет, он уже говорит на русском литературном языке. Московский диалекте. Я уж с Вашего позволения отвлекусь, я просто поясню разницу между русскими диалектами. Московский диалект. С одной стороны, для петербуржцев это было... Московский диалект вообще исчез. То есть, в 20 веке население Москвы к 13-му году 1 миллион 300 тысяч, население Петербурга 2 миллиона 500 тысяч человек. Это два самых крупных города, два наших крупных мегаполиса. Значит, в Петербурге население, конечно, обновлялось, у нас блокады было 19-го года, репрессии, гражданские войны, высылки бывших, прочее, прочее, но у нас население не так сильно, как сменилось в Москве. То есть, в Москве сейчас около 15 миллионов официально, значит, тогда миллион, то есть, 10 раз, это не путем физического размножения, а путем того, что люди всячески обновлялись. Московский диалект. Казалось, что люди тянут слова, как татары, и вот это, естественно, московское смягчение буква. Волога, соседний наш край, новгородские диалекты, это вы все прекрасно знаете, еще в деревнях где-то бабушка скажет так, как говорила в веке в 16-м. Хорошо, молок, но столоком. Псков, соседняя наша область, как вы знаете, псковичи, по-русски не говорят. Они все скобарят да скобарят, скобари такие, скобари псковские. Новгородцу, казалось бы, петербургский диалект возник путем внедрения в него всех слов из русского языка, потому что город молодой, 18-го века, оказывалось огромное влияние всех кубиц и всех губерний от соседней новгородской диалекты. Там цокуют, там не произносят букву Ч. Костромичи меняют букву Ч на букву Ц. Страус это такая птичья, у которой большие яича. В России правит чай. Рязанцы, ну, соседняя от Москвы диалектная область, как говорят рязанцы? Рязанцы все говорят через я. А у нас в Рязани грябы-то с глазами, их едят-едят, а они глядят-глядят. Фамилия Есенина полностью Ясенин, от дерева Есенина. Но дед Есенин стеснялся, что москвичи и питерцы будут смеяться. Поэтому он начинал произносить на петербургском московском лад через губу Е, когда уже Е не надо было вставлять. Потому что он привык, что рязанцев определяют. Значит, юг России, Ставропольская губерния, Ростовская, Воронежская, соответственно, Киевская и прочее, прочее. Характерное хаканье, которое у северян пропало. Это все чисто диалектная разница. Большинство людей понимают другого. Сколько раз не говори «пидмануло» или «нибоу», оно другим словом не станет. Мало того, вот это вот польский и болгарский язык, ближайший к русскому литературному языку, они просто не дают образованию нового языка. Не остается. Традиционно новую украинскую упрекают в том, что это не язык, это либо польские слова, произносимые по-русски, либо русские слова, произносимые по-польски. Традиционно все подсчеты дают уже встающие результаты. Больше 80% населения на незалежной Украине считают русским родственным языком или, как они сейчас скромно говорят, думают по-русски. Какие последние результаты? Совершенно научные. Значит, посчитали обращение в Google на каких языках происходит с территории Украины. Просто конфетка. Меня порадовало до бесконечности. 87% выходит на русском языке, 10% на английском, но остальные это другие языки. Понятно, да? Значит, как ни странно, 29% выход на украинскую умовь это составила Ровенская область. Не Львивская и не Тернопольская. Понятно, да? Где как бы больше всех людей знают. Второй результат, еще более худший. Значит, на украинских банкоматах можно выбрать языки. Естественно, английский, русский, украинский. Сколько процентов выходит в банкоматах по подчетам банков на русском литературном языке? 93%. Потому что идеология идеология, а деньги очень хочется получить и не запутаться, каким образом это получаешь. Мало того, интернет очень страшная штука. Потому что там появляются записи переговоров Дмитрия Ярыша с Олежем Тенебоком. И выясняется, что они говорят не на чистом русском языке, с вот этим гакающим южно-русским акцентом, но вот когда они между собой выясняются, что говорят они почему-то по-русски. Вот. Как образовалась мова в качестве независимого языка, и почему именно здесь вопросы огромные филологии выходят во всем этом. Все очень просто. Дело в том, что с первых опытов Грушевского было вытеснение всех из русского литературного языка, всех слов, что отличаться. Каким образом отличаться? Находились какие-то славянские или местные диалектные слова, которые отличались от русского литературного языка. на самом деле все восточные славяне называют февраль лютый. Но у нас был Петр Алексеевич первый великий наш царь, который стукл кулаком искал реформу. Вот. Поэтому у нас февраль. Редкий человек в России знает, что март это месяц от бога Марса, а январь это от бога Януса, а июнь это от богини Юноны. Сообразить 4 июля это в честь Юлия Цезаря может не каждый. То есть месяцы полностью русифицировались и совершенно не похоже на те римские прототипы, которые существовали. Ну вот можно назвать это славянский. Потом внедрение польских слов, естественно. Вот сейчас идет в украинском мове огромное количество заимствований из английского языка. Причем с одного раза вы угадаете из какого диалекта английского языка. Конечно же из канадского. Понятно, да? И таких вот бесконечно можно назвать ноль. Мало того, что самое смешное, они не могут между собой договориться, какая же мова у них ортодоксальная. Это поставлено два варианта. Так называемый днепрянский и так называемый галицийский. Поэтому многие термины имеют два. Еще в начале 20 века писали, что вот эта мова, которая днепрянская, это пародия на русский язык. Та мова, которая галицийская, это пародия на польский язык. И опять-таки в филологии есть в лингвисте такое понятие двухнедельное пребывание в славянском государстве. Когда вы, не зная славянского государства, будучи славянином, начинаете понимать половину слов, которые произносят. Сложность, главное, существует в том, что одни и те же термины могут обозначать не то. Ну вот, например, булка по-болгарски это невеста. Ясно, да? А малина это малина. Вот. И я вечно путаю. На право, на направо это вперед. Значит, десну, это десница, правая рука, это, соответственно, направо, налево, это налево. Понятно. То есть, вот это вот путаница скорее в том, что одни и те же термины существуют. Вот. В 18-м году в Киеве, сначала при Гетмане, потом Крепетлюре, выходили киевские газеты на русском языке, в которых говорил, что с такого-то дня нужно такое-то слово произносить по-другому. что увековечено Булгаков в ненавистном самом произведении Белой Лартии Михаила Булгакова, где главные герои обсуждают, как тебя катата называть, если он китом стал. Это вот одна из френдовых таких фраз, которые, извините за английский, ульгаризм, которые стали существовать. Значит, что еще очень плохо? Крупнейший, конечно, житель юга России, философ 18-го века Григорий Сковородан. Не признитесь, когда будете читать Григорию Сковороду, кто его перевел. Вы не найдете его перевода на русский язык. Вы его найдете, кто перевел его на украинский язык. Понятно? Вот. Неприятности на этом не кончаются. Самый большой враг и негодяй украинского языка это, конечно, предатель и ренегат Микола Гоголь. Потому что он сволочь такая. Приехав в город Санкт-Петербург на чистом малороссийском наречии написал свой сборник под названием «Вечера на хуторе близ Диканьки». Берете издание, лучше всего, репринты и открываете его там на первых страницах видения. Написано, напомню вам, от пасечника, этого целого пасечника, Рудова Паньку. И там даны два столбца слов, которые в малороссийском диалекте есть. А в Петербурге в Москве не поймут. Ну, люлька там, трубка, цеболи, лук и прочее. Больше на 40-е годы 18 века слов отличавшихся не было. Ну и, наконец, святыня. Ториас Григорьевич Шевченко, который, будучи атеистом, попал в святки автокефальной украинской церкви. С Кабзарем все очень плохо. Кабзаря пришлось переводить в начале 20 века. Объяснение такое. Цензура москальская специально боролась с Кабзарем и переводила многие фразы на русский язык. Естественно, как народное чтение, Кабзарь читается совершенно легко, ну, потому что он написан практически на том же языке. Переводил его, кстати, министр просвещение Украинской республики, ну, честно говоря, украинский коммунист Владимир Вениченко. Вот. Еще что очень плохо. Вся переписка, дневник Тараса Григорьевича Шевченко написан на русском литературном языке, хотя, конечно, с грамматическими ошибками. Он, как вы знаете, все был из крепостных, не получил никакого образования. Судьба у него действительно была несчастная. Вот. Он много пил. Вот. Это болезнь у нас такая распространенная на все восточнославянские народы. Вот. Естественно, что в личных записях он там не вычитывал себя, допускал грамматический ошибк. Но, опять-таки, это полностью... Сестра, кстати, у него так и умерла крепостной, он там даже не пожелал деньги скопить на нее, на ее освобождение и прочее, прочее, прочее. Вот. Значит, ну, естественно, вы меня зададите вопрос, как дальше украинство могут трансформоваться. Замечательно. Во-первых, ее никто не знает. Украинский парламент это самый известный парламент в мире, где существует брошюр для депутатов, как правильно надо говорить на родном языке, то есть на украинском. Вот. Кроме того, большинство людей, ну, поскольку язык это живое, существо, они занимаются всеми мифотворчеством. Мифотворчеством занимаются совершенно великолепно, ибо они начинают придумывать, как надо сказать. То есть, никто не знает, но надо сказать. Вот. Ну, например, надо сказать фразы. У нас нет муки. У нас нет муки. Ну, на польский лад. Ну, муки и муки это совершенно, как бы, понятие совершенно непонятное. Потом вот на мове надо говорить хмарочос, а не небоскреб. Хмурнебо, хмара. Вот. Скреб то же самое, что не. Но москали же смеяться будут в этом. Хохотать начинают. Вот. Поэтому народ говорит небескреб, что грубая грамматическая ошибка. На моей памяти, чтобы отличаться от москалей, украинский язык обогатился новым термином. Дело в том, что вот одна из самых таких потрясающих, что умиляла, кстати, моего персонажа любимого Николая Ивановича Ульянова, это желание настолько отличаться от москалей, что полное забвение европейской культуры. Когда они говорят Украина цевропа, Украина циатрика. Потому что только в какой-нибудь африканской стране для кого-нибудь дойдет заменять общеевропейские математические или там физические термины, произошедшие от греческих или от имидских терминов, на какие-то свои собственные. Вот у всех люди как люди. Гипотенуза это гипотенуза. И никто не комплексует, что это заимствование из греческого языка. Пятяк надо говорить. Я у своих студентов, кто учился на Украине уже в 90-е годы, спрашивал, они говорят, что украинский математический язык это вообще какая-то совершенно непонятная вещь, причем даже в согласативном смысле это совершенно непонятно. Дальше на моей памяти появились два новых термина. В конце 80-х годов в связи с развитием видеосалонов, кстати, Юлия Тимошенко была одним из содержателей, одним из первых в городе Дерево-Петровск, в нашем языке появилось заимствование из голливудского диалекта американского языка слово сексуальный маньяк. Ну, секс это понятно, что маньяк это по-гречески держимый. Вот. Ну, чтобы отличаться от морскалей, решили придумать новый. Вот. Я так себе представляю, значит, сидит на троне Алексей Михайлович, приходит Никон и говорит, батюшка, развелось на Руси много сексуальных маньяков, надо с ними бороться, причем не только веры, но и делом. Тут говорит, да, издам указ царский. Ну, вот, чтобы, значит, от этого исконно русского слова избавиться, сексуального, я, правда, не помню, честно говоря, какой львовский вариант, какой киевский писюк, бесчестный и злый день писюкатый. Вот. В русских сказках нету, вот, в великоросских сказках и в белорусских нету термина «кощей бессмертный». Это заимствование именно из малороссийских южно-русских сказок. То есть, вот это наследие кочевой Руси. Не бойтесь, тощик не мрущий и чахлет не смертный. Выбирайте вариант как угодно. Хотя это вот и есть настоящая певучая малороссийская наследие. И так до бесконечности. То есть, можно произносить с еврейским акцентом «табурет», только чтобы отличаться от «табурета», который у москали. А можно придумать другой термин. «Пецральник». Вот. Петр Калашин. Ну, что делать? Ну, там и хуже есть. Семинар, научный. тематика такая. Это не самое плохое, что у нас происходит с языком. Значит, большинство говорит, ну, черт с вами, хотите вы это независимое, возьмите. Не трогайте только две вещи. язык и культура. Вот все забирайте. Только язык и культура. Ну, вот есть Мексика, есть Перу, есть Аргентина. Независимые государства. Местные жители утверждают, что они не испанцы, а аргентинцы, перуанцы. На каком они языке говорят? На испанском. Литература у них какая культура? Испанская. Ну, да, своя, вот со своими какими-то местными. Ну, язык только не трогайте. Нет, вот это идет постоянное мифотворчество. Вот я вот опять позабыл, хотел я сегодня энциклопедию вам произнести, энциклопедию Украинознастка. Каждый из вас здесь прочтет практически совершенно спокойно. Потому что там мова еще не настолько отличается от русского литературы. Ну, есть вот слова, которые непонятны. Там годов, уроки, это там хвылинки, это, по-моему, секунды или минуты. Минуты. Минуты, да? И прочее, прочее. Там вот есть еще вот эти, но еще нет того. Современную мову уже читать тяжело человеку, потому что там уже столько терминов появляется, новых, которые совершенно непонятны. Одно только хорошо, они сами эти термины не понимают. Это что касается языка. Графика, вот эта кульшевка, которая появилась, изобрел ее Пантелеймон Кулиш. Пантелеймон Кулиш никакой украинской графики не изобретал. Он хотел сделать транскрипцию для того, чтобы восстановить язык Киевской Руси. Вот он напридумывал там всяких знаков. Ну, то есть, это вот то, что в словарях, знаете, за косыми чертами или там за квадратными скобками, чтобы передать, давайте адекватно звуки. Вот так он придумывал и с двумя точками, прочее, прочее. Какие языки стали отличаться? Когда у нас произвели реформу и, соответственно, реформа языка 18-го года еще больше, как бы, произвела. Русский древолюционный с ятями, с твердыми знаками, он куда больше похож. Сам Кулиш в конце жизни, когда узнал, что это кто-то там использует в качестве какого-то языка, другой графики отличимой от графики 18-го года, ну, то есть, вот этой вот послепетровской там еще с двумя реформами, пришел в дикий ужас и стал отрекаться. Отрекаться всяким самым. Дальше. Вся украинская историография это сплошная фальсификация. Я вам специально принес брошюр из США «Славия». Это не текст Костомарова. Вот. Понять это, что это фальсификация, вы можете очень легко. Потому что, когда вы откроете основную часть, вы обратите внимание, откройте, пожалуйста, на каком там внутри-внутри, вот любую страницу внутри. Там какая орфография 40-х годов 19-го века или современная 20-го? Ну, я вижу современную. Понятно, да? Вот уже про то, что это текст не Костомарова, это всем становится понятно с самого начала. То есть, ну, просто техническая, грубая ошибка. Значит, дальше, что у нас с вами происходит. Значит, язык, я вам сказал, миф о творчестве истории. Вот и тут школы распадаются. Кто-то говорит, что украинская нация создалась в 17-м веке, то есть, во время отсоединения от Польши, когда начались эти массовые казацко-крестьянские холопские восстания. Кто-то говорит, что в начале 20-го века, когда наконец вот это вот разошлось. Ну, тут же вот эти бесконечные споры. Три единая нация, три близких народов, один народ. Вот. Ну, и наконец, самое, что мне больше всего нравится, это выдумка как раз Грушевского, правда, Грушевский, будучи профессором Львовского университета, очень боялся это публично сказать. Это существование какой-то мифической орды укров, которая пришла в незапамятные времена из-за Волги. Вот эта мифическая орда, она была привязана к не менее интересному событию, это трипольской земледельческой культуре, старейшая действительно земледельческая культура на территории Европы, где люди стали сеять пшеницу. Трипольцы, по мнению настоящих историков, это вот были родственники современных басков, то есть одного из самых древних аборигенных населений Европы. Естественно, не то, что их играется, к индоевропейцам они не имеют никакого общей отношения, это очень, то же, что все люди происходят от одного прото-человеческой орды, только вот это общая связь. Украинские историографии естественно пишут, что раз на территории Украины значит, это украинцы, но это неправда всех национализмов. Национализм всегда стоит на двух позициях. Это неправда крови, что есть этнически чистые нации, то есть нет между национальных браков, и никогда не бывает, а если бывает, это не в счет. И вторая неправда, неправда территории, что наш народ всегда жил на этой территории всегда. И то, и то очень опровергается, потому что я не могу назвать ни одной нацией, про которую бы не сказали, самая выдумка этнически чистых, это вот Гитлер мог немцев на этом повести, у нас же в Восточной Европе это можно рассказывать как шатый анекдот. Кстати, я расскажу через несколько минут. Значит, украинский учебник истории, если бы был компьютер, мне даже прислали у людей учебник, украинский неодерталец. Ну и наконец, у меня как в истории к печати, любимая история, это первое издание Виннипек, 1967 год, значит, украинские хлеборобы, хлеборобы польский термин, научили землепашеству древних египтян и древних вавилонян, жителями Сапатами. Но поскольку климат там был разный, климат там был разный, одних они научили иероглифам и другим клинипсам. То есть комментарии излишни, понятно, да? Вот дальше, ну чем больше в лес, тем дальше в лес, тем лучше партизаны. Христофор Колумб был украинцем, естественно, это житель города, Христофор из жителя города Каламая. Вот. Хуан де Ля Косо тоже был украинцем, шкипер Санта-Мария, но неверно те, кто считает, что он был Иван Касарин, был Иван Касарин, ну и, естественно, Франциско Писара, житель испанской области, Галисии, был, конечно, из Галисии, как вы догадываетесь. Звали его Франциск Писарь, вот от нынешней, значит, написана им знаменитая испанская песня «Парит Кондор над Андами». Это вольный перевод украинской народной песни «Парит Галка над Балкой». Вот, если вы думаете, что это вот мои интерпретации, советую вам прочитать книжку Петра Ющенко, брата Виктора Ющенко, в которой доказывается, что все аристократические роды Европы, конечно, происходят от украинцев. Вот. Украинских вот этих вот псевдоисториков с их псевдоисторическим мифом отличает это полное нежелание работать с источниками. Ну, действительно, потому что все источники противоречатые. Вот, например, где-то в повести временных лет упоминается Украина. Вот. Ну, если мы смотрим, в каких двух контекстах упоминается Украина. Значит, одна, это так называемые вот города Червенские, это к западу от нынешнего Львова, где вот сейчас Холм находится, Хемгород вот эти вот, там действительно потреблялись термин «украинные города». Ну, «украинные» все понятно, «украинная граница». Второе упоминание, когда после, в 1187 году умер один из внуков Юрия Долгорухова, Переяславский князь Владимир Глебович, младшая линия, написано «плакала по нему вся Украина». Ну, из контекста явно видимо, что речь об Украине идет вот это русское половецкое пограничье, что он был такой вот, видите, такой хороший князь, с ним полуцов гонял, туда-обратно, они его, естественно, тоже гоняли, соответственно, никаких упоминаний вообще нет. Значит, как себя называл Богдан Кмельницкий? Богдан Кмельницкий, естественно, себя называл русским, а когда вот ему надо было придумать во время восстания какой-то термин, он себя стал именовать гетманом малороссийской Украины. То есть, вот это Украина, это Малоруссия. Слово Украина применяется у них в нынешней Днепропетровской, Запорожской, вот эти области между Диким Полем, между Татарской и Турецкой владениями и непосредственно контролирующимся всей этой территорией. Соответственно, никакой другой у нас с вами интерпретации быть фактически не может. Но я надеюсь, никто из присутствующих со мной не будет спорить, что русские происходят от охотников за мамонтами, которые жили еще на этой территории до ледникового периода, в отличие от европейцев, украинцев, которые, естественно, ближе находятся к германским и кельтским народам и прочее, прочее, прочее. Объяснение, почему же вы все-таки ребята называетесь украинцами, они говорят, москали украли у нас свое истинное имя, поэтому мы стали называться другим, не менее древним, но почетным словом украинцы. Понятно, да? На этом задает совершенно один народ. Назовите хоть один прецедент, когда один народ у другого воровал имя, а тот в честь этого начинал называться другим именем. Нету, да? На этом успокойтесь и больше нас не трогайте. кто дальше, кто пытался с украинством, когда он уважен, из каких каналов? Первый канал, который называли, это назывался польский, естественно, след происхождения украинского русских. Ну, русских вот иностранцы традиционно обвиняют, что у русских постоянно идет какая-то конспирология, мы постоянно боимся каких-то мировых заговоров, посвященных уничтожению России как таковой. Вот, например, великолепный английский историк, профессор Роксовского университета Джон Феннел утверждал, что никаких крестовых походов на Киевскую Русь не было, потому что Европа была феодальной и не могла объединиться. Это были местные локальные войны. На что ему наши историки пишут, что вообще крестовых походов не было? Это выдумки арабской историографии, то есть не было ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого, ни прочих походов. Вот, значит, польский след. Кто первым написал в 1912 году? Сергей Николаевич Щеголев, Цезар Киевский написал книжку про польские сепаратизма. Вот он как раз внимательно просмотрел все польские газеты, иммигрантские, которые выходили в США, в Канаде, в Англии, во Франции, в Германии и написал про эту работу. Он наиболее известен, знаете, почему? Потому что Ильич написал на него рецензию. Рецензия совершенно бессодержательная. Традиционное Владимира Ильича это написать какую-нибудь пару грубостей, заклеймить в реакционности. Вот, в том, что Щеголев плохо пишет и ничего не написать по существу. То есть, конкретных никаких доказательств нет. Но Щеголева благодаря этому все, кто знает, это номер один среди известных. дальше, кто у нас происходил. Украинская проблема все разрастался. Кроме вот этих жителей Львовской области, которые жили в Австралии, фактически, этим вопросом стали интересоваться очень многие. Одним из тех, кто заинтересовался украинским вопросом, был депутат Государственной Дома прекрасная Арата, по своему счастью, доживших до 75-го года, это Васильевич Витальевич Шульгин. Ему очень повезло, потому что его не расстреляли, не убили, он не умер в известности в эмиграции, он отсидел во Владимирском централе 11 лет, остался после этого жив, был выпущен и при Никите Сергеевич, его даже показали в нескольких фильмах, которые потом на моей памяти сильно урезали, потому что те фильмы, которые я посмотрел, полную версию, перестройку с теми фильмами, которые его показывают до этого, они, как выяснилось, имели огромное здесь цензурное вырезание. Шульгин по наследству получил от своего отца и своего отчима газету под названием «Киевлянин». «Киевлянин» выходило с очень интересным лозунгом «Это край русский, русский, русский». Причем, когда отец Шульгина стал издавать эту газету, ни про какое украинство речь не шло, а поляки просто заявляли, что Киев это древний украинский город. Вот начинались мы спорить, да, действительно, большой процент поляков состоял в университетах в Киевском, в Харьковском и прочее, и прочее. На это, кстати, обончали Кременец, Кременчугский лицей, это вообще кузница польских кадров на всю Европу в начале 19-го века. Там даже библиографии книговедни у нас на территории России, так теория возрождалась именно у поляков, которые там работали. Русские в Петербурге куда позже обратились к этим вопросам. Да, польское население изначально было куда более грамотным и образованным, чем это нищие население православное Белоруссии и будущее Украине. Следующее, что произошло, второй человек, это вот жители Киева, то есть те киевляне, которые стали активно бороться. В одних и тех же семьях выяснилось, что есть украинцы и есть русские. Проблема это не ежета до сих пор. Вот вы все знаете про Владимира Ивановича Вернадского. Владимир Иванович Вернадского у нас кто по национальности? Украинец. Причем украинец самый настоящий, сведомый. Он даже написал работу, поругал царский режим за обмену украинского языка в качестве религиозного и научного. Ну, забыв, как и все, указать, что вообще-то на театральную и на художественную литературу это не распространство. А его сын известный историк и евразий Георгий Владимирович Вернадский. Кто по национальности? Русский. Русский. Мало того, самый настоящий русский, который папе в письмах писал, папа кончей, маяц в дурью, какие мы с тобой украинцы, мы с тобой настоящие русские. ТЧК. Значит, упоминаемый мной Михаил Сергеевич Грушевский, его родной племянник это сотрудник редакции Шульгина. Сам Шульгин это знамя великородского национализма, а его родной племянник Александр Ильич Олес Шульгин это министр по делам национальности один из министров просвещений в правительстве у Петлибра. Вот этот ряд можно продолжать до бесконечности. То есть, вот действительно интеллигенция раскололась. По какому принципу раскололась? Большинство из тех, кто кончили университет, неважно где, это русские, а вот этот вот средний слой интеллигенции, землемеры, учителя младших школ, которые так и не научились говорить на русском литературном языке, они явились вот этим материалом для местного мифотворчества. Кстати, вот это вот земское братье, она как раз являлась у нас эсеровской, как вы все прекрасно знаете, народовольческой элиты. Только здесь была какая-то региональная специфика. Региональная специфика. Значит, дальше что? Естественно, что, наверное, никакого бы украинского сепаратизма никогда бы не было, если бы не революция 1917 года. Вот, потому что в условиях обстановки 1917-1918 года по всей нашей стране стали приглашаться независимые государства. Кроме вот этих вот национальных и псевдо-национальных государств, кроме Украины, Белоруссии, Грузии, Тюркистана, Казахстана и прочее, 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 напомню вам, возникли совершенно такие анекдотические Донецко-Криворожская, Таврическая, Донская, Кубанская, ну и мои, конечно, самые любимые это Шлиссеребургская, Кронштадская, Сестрорецк. Да, они отказались признавать центральную власть. Сестрорецкая республика вела даже агрессивные намерения, они заплатили станцию Белоостров и перерезали дорогу Петербург-Выборг-Хельсинки. Понятно, да? Вот, потом все это, естественно, в условиях гражданской войны унифицировалось, но вот эти бесконечное количество самопроглашенных республик, одной из таких республик была в Киеве. И опять-таки, может быть, ничего бы и не было бы из этого. У нас происходит Октябрьская революция 1917 года, и местные власти заявляют, что они отказываются подчиняться центральному правительству, как сделают большинство. Большевики начинают подавлять, ну, кто вот, старшее поколение, все в школе учились, победоносное шествие 18-го года советская власть большевиков, потому что напомню вам, что в местных советах большевиков на 17-й год было только 10%. Вот, большевики контролировали Балтийский флот, Северный флот, Западный фронт, извините, Северный фронт, Западный фронт, Москву и Петербург. Кто владеет столицами армии, тот владеет и всей страной. Все остальные в этом не знают. Не все получилось хорошо. Вот, не получилось на Кубани, не получилось на Дону, не получилось в некоторых областях Дальнего Востока, не получилось и в Киеве все спокойно. Там начались боевые действия между вот этой украинской территорией, между соответственно большевиками. Фронтевики стали, те, кто был востроен реакционно, не большевистки, стали поддерживать. Вот так возникли эти первые украинские правительства. Их на самом деле никто никогда не поддерживал, они крайне сыгнали. Повезло очень, потому что вошли немецкие войска против большевиков и немцы поставили на вот эту Украину. Территорию той Украины, которую называли, призывали все вот эту территорию, которую сейчас называют Новороссии. Потом территория Украины увеличилась еще два раза. Ну, про Крым все знают с 54-го года, но почти никто не знает, что с 29-го по 32-й год Ростовская область входила в состав Украинской республики. Во время коллективизации решили усилить территорию Украины этой территории. Вот большевики относились, ну, одна республика, другая республика. Хотите 20 создать, хотите 10 создать. Уже почти никто не помнит, что Чувашию, Башкирию и Татарию собирали в 36-м году с союзными республиками. Вот никто почти не помнит, что у нас была Горская са, Абхазская са. Почти никто не помнит, что с 40-го по 56-й год существовала Карелая-Финская республика. Вот. Тем не менее, они были. Вот. И серьезно говорить, что эти республики, вот. А то, например, независимые государства в 44-м году вообще на правах автономной области. Тоже легко можно это проверить. До этого самого. Естественно, что вот эта вот полемика гражданской войны, какие-то украинцы, которых никто не знает, породила огромное количество людей. Вот. Один из сторонников Шунгина это Александр Староженко. Он как раз прекрасно знавший вот эту вот первую мову, которая почти не отличалась от малороссийского певучего наречия. Он как раз и написал один из этих трудов. Следующий вот автор, кого бы я бы выделил бы, это Александр Михайлович Волконский. Вот. Издал он свой труд в 20-м году в городе Турине на русском языке. Он несколько раз переиздавался последний раз вот у нас его в Упитере в Москве. Соответственно, у него вот именно вот это вот до 17-го года обстановка, которая существовала в Украинском движении. Ну, естественно, вот этот след австро-венгарский, польский след, потом немецкий, появившийся, он на этом присутствует. Ну, поскольку я обещал говорить про общественно-политическую мысль, вот, два течения, Киевская, то есть, сами те, кто живет в Киеве, те, кто себя считают малороссиянием, мы русские, но малороссиянием, ну, по-территариям, точно так как. Мы русские, но петербуржцы, вот поэтому так. Мы русские, но татары, скажем. Ну, русские, это все жители Российской империи, то, что мы сейчас заменили словом 18-го века, этим родом, россияне. Оно появилось вот, в эмиграции стало очень широко рассылаться. Значит, какие традиционные проективники украинства есть цифры, какими они оперируют, что Украинская Республика была абсолютно провозглашена без каких-либо демократических норм. То есть, это вот мужики собрались и прогласили независимое государство. В соседней, вот, в Одессе, кстати, тогда прогласили Новороссию. В Донецке прогласили большевистскую, Донецк-Криворужскую Республику. Никто никогда ни за кого не голосовал. Вот. В гражданской войне, конечно, есть, но очень приятный момент. В 2019 году войска Деникина подходят к Киеву. С другой стороны подходит Петлюровская войска. Не просто Петлюровская войска, а войско Петлюра, объединившиеся с захидной Украинской Республикой, Западно-Украинской Республики. С другой стороны, что такое Западно-Украинская Республика, это создание в 2018 году во Львове местных православных рунианских элементов против полянов. Объединились москвофилы и объединились вот эти вот украинцы. Значит, у батьки Петлюры 20 тысяч солдат, армия захидной республики 40 тысяч человек, итого 60 человек. Огромное войско. У Деникина чуть в два раза больше. Вот они встречаются в Киеве, на Крещатике. Донские казаки достают нагайки, и украинская армия начинает разбегаться. 40 тысяч галицийский корпус во главе с президентом захидной Украинской республики Евгеном Петрушкевичем и с его военным министром переводят состав армии Деникина полностью. 10 тысяч разбегаются, куда делись 10 тысяч еще никто не знает, они побежали к Пилсудскому, отдали ему Львов. Вот комедия стала превращаться в трагедию. Честно говоря, наверное, украинский вопрос никого бы не стал бы интересовать, но тут на него поставила Германия. Почему? Значит, именно нацисты Гитлер. Потому что с одной стороны Польша считала, что некоторых украинцев во Львове, в Тернополе и на Волыни не живут, это живут ассимилированные русскими халяки, и их надо вернуть в ломо католичества, в ломо польской жизни. Из-за чего опять произошло объединение двух разных частей, москвофилов и украинцев. Кстати, до 1928 года неизменно 50, где-то 90% на местных выборах в этих областях выигрывали москвофилы. То есть партии, которые считали себя, что они русские. русская селянская организация, там еще несколько, но русская селянская самая большая была. Вот Лаври, кстати, один из них и существовал. Вот естественно, что мыслители русского зарубежа это стало очень волновать. Одним из самых крупных наших философов, написавших статью против украинского белорусского сепаратизма был Николай Ануфьевич Лоский. Я вам специально принес не просто его публикацию в журнале Грани, а Грани так называемый ежеквартальный, который был предназначен для заброса в СССР. Я специально вам даже заложил эту статью, чтобы вы могли посмотреть и так далее. Вот. Что только я не слышал в начале 90-х годов про национальность Николая Ануфьевича Лоского. Николай Ануфьевич Лоский назывался белорусом, поляком и прочее, вот в этой статье незадолго перед смертью он все равно четко говорит этнографический белорус, культурно и политический и русский. Но вопрос, я думаю, снят. А дальше шли довольно, можете посмотреть великолепные цитаты про украинский сепаратизм. Количество литературы написано об украинском сепаратизме изменяется, наверное, примерно столько же сколько сами украинцы пишут. Просто у нас это никогда нас не интересовало. Вот характерна в этом, кстати, эволюция Александра Исаевича Солженицына. Солженицын в архипелаге был, вроде как, кокетничать с бендеровцами. Его же последняя работа, начиная от как нам выстроить Россию, смысл такой, да бросьте вы, маяцедурью, ну какой вы другой народ от русских. И прочее, прочее, прочее. Вот. Но мне бы хотелось в русской мысли выделить еще двух человек. Один человек, это под псевдонимом Андрей Дикий написал «Историю Украины и Руси». Это с 17-го года, но по 60-е годы он был монархистом, по своим взглядам украинец-федералист, но у него великолепно вот это вот, что происходило после 17-го года, критика украинского национального движения. Что же касается классического произведения, посвященного именно украинскому сепаратизму, подхождения, то это был «Наш земляк», Николай Иванович Ульянов и родственник Владимира Ильича Ленина, представитель старой миграции, ученик Сергея Федоровича Платонова. И он как историк, мыслитель, оторванный от архива, он взял, поднял все печатные источники и очень так скрупулезно, монографически, даже порой нудновато поднял все то, что относится к этому вопросу. От казачьих первых признаков до вот этого романтизма казахофиста 19-го века, появление самих термин, и довел он самодоправленно до 1917-го года. Потом как бы бросил, потому что это стало все совершенно. Значит, за что ругают Ульянова? Вот, я очень долго искал, есть ли какая-то критика украинская. Да, есть критика. Какая критика? Кого рода? Книжка называется «Происхождение украинского сепаратизма». В первой же странице своего текста у Ульянов поясняет, я не могу назвать украинский националист, потому что нации-то как раз и нет. Понятно, в отличие от грузинского сепаратизма с узбекского, нет элементов нации, нет отдельной культуры, нет отдельного языка, нет традиции государственности, да и самосознание подкачивает. Это все-таки вот как Шульгин, написавший брошюр «Украинствующие мы», он писал, что нельзя даже говорить украинцы, надо говорить украинцы, то есть это театр русских, который вообразил себя другим народом, цитирую дословно. Вот это Белград, 29-й год примерно, и прочее, прочее, прочее. Вот это то, что Ульянова. Когда вы сделали вот этот репринт первой 1996-го года, украинский МИД официально выразил претензию, на что Министерство иностранных дел России тут же перечувствовало 50 названий украинских фашизмов, где прорусских называли всякие замечательные вещи. И теория украинского нацизма требует совершенно отдельного разговора и отдельного повести. Дело в том, что основателем обычно у нас пересенфицируют украинский фашизм, совершенно третистепенным, честно говоря, на мой взгляд, человеком, но которого 55 лет тому назад убили, это Степаном Бендеры. Именно Бендеры, а не Бандеры. Дело в том, что, как и многие антисемиты, он, видимо, очень стеснялся, что у него дед был из города Бендера, ну, вы догадываетесь, какой национальности, вот, видимо, был крещен переехавшим и прочее, 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 и комплексовал, как и очень многие антисемиты, комплексуют по поводу нахлечения еврейской крови и стараются показать, что они больше, чем даже все чистокровные. Но Бендер это один из лидеров огромного движения, то есть не огромного, а вот это очень идеей украинского фашизма, именно фашизма, который превратился в украинский, расовый нацизм, был уроженец нашего города Дмитро Донцов. Вот настоящего фамилии, он чистокровный великоросс, это проверено, Шелкоперов. Ну, как вы понимаете, быть основателем украинского нацизма с фамилией Дмитрий Шелкоперов и будучи уроженцем города Санкт-Петербурга, ну, никак нельзя. Поэтому он превратился в уроженца города Мелитополя и фамилия его превратилась в Дмитро Донцов. Почему не Дмитриенко, я так и не понимаю. Это вот прочее, прочее, прочее. У него были два вот этих ученика политических было движения. Это Александр Мельник, который просто считал Гитлера богом и считал, что мы должны лечь перед этим богом сугубо протаскинезу. Вот. И был второй ученик, это Степан Бандера-Бендера, который считал, что все-таки с оговорками нужно у Гитлера какие-то там выбивать. Ну, Гитлер вообще всех славян не считал за людей, поэтому он никакие на компромиссы пока не шел. До 1943 года, пока некоторые его сподвижники вдруг не поняли, что после Курской битвы... Да. Все. Вот поэтому в это время немецкая расовая наука открыла гигантское открытие. Оказывается, украинцы это потомки Восточных Готов. Вот точно так же они, судя по наступлениям до этого открыли, что донские казаки это потомки Восточных Готов, а еще белорусы впоследствии. Как раз в аккурат после операции Багратион 1944 года тоже открыли, что белорусы это потомки Восточных Готов. Вот. Ну, чем повезло вот в отличие от мельниковцев и мучинбендерцев. Они были единственной реальной силой, которая воевала со Сталинской Россией. Не очень многочисленной, небольшой. И главное, они сумели с имкуратом в СССР внушить, что у них есть агентура в СССР. Вот. И поэтому у них была не жизнь, а райская страна. В то время, как в депийских лагерях русских иммигрантов независимости были они первой, второй волны коллаборационистами или коррессионистами, выдавали в СССР, могу перечислить, бесконечное количество фамилий, то бендерсов никогда не трогали. Вот наоборот, им всячески происходило множество перефинансов и прочее, прочее. Им, не русскими иммигрантами, а им давали деньги на многочисленное хозяйство, открывали культурные центры и прочее, 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 прочее. И действительно, им опять повезло, как в 19 веке Львов стал центром украинского движения австро-венгерский, деньги, то город Эдмонт в Канаде, где было очень много украинских как раз из Австро-Венгрии, там стало вот как раз почему именно в Канаде? Дело в том, что в США почти все переселенцы из Австро-Венгрии, их потом около 2 миллионов человек, это карпатаросы, они переходили из Унии в Православие, и вот эта американская автокефальная церковь, о которой многое слышали, которая ведет служба на английском языке, это потомки вот этих вот переселенцев. У них очень интересно, что они все говорят по-английски, даже по культуре многие американцы, но вот имена они специально мальчикам и девочкам дают такие, которые были бы в православных свях. Ну, Майкл, Михаил, Ник, Николас, Энн, Анна, значит, Мэри, Мария и прочее, прочее. Там никаких вот этих специфических английских имен в этих семьях вы практически не встретите, это очень редкий случай. То есть обязательно, чтобы была тождественность. Вот, вернусь к Ульянову. Значит, какие еще замечания? Ну, несколько неправильно написанных фамилий. То есть якобы вот они пишутся по-другому. Один из его знакомых, представитель НТС, Глеб Рарф в своих воспоминаниях написал, что он подсунул к происхождению украинского сепаратизма одного из идеологов, с которым был в хороших личных отношениях. Тот прочитал книжку и нашел только одну ошибку. То ли там племянника назвал сына, то ли сына племянника. Все эти фактические материалы был стопроцентно одобрен. Теперь же Ульянову упрекают совсем другим. Дело в том, что Николай Иванович терпеть не мог казаков. Он считал, что казачье население это антигосударственная система в составе России. И в 16-17 веке, как известно, русское государство с казаками намучилось. Походу, Петр I их вот так в руку наконец не взял армии знаменитого Якова Долгорухова. И с тех пор они ходили как шелковые и служили верой и правдой русскому престолу. Вот до этого русское правительство всячески мучилось. Почему мучилось? Все беглецы бежали туда. Кроме того, как известно, казачество это не только чистокровные русские. Я ничего в этом плохого. Там на вопрос вот, например, многие задаются вопросом. Еще в 17 веке Кавказ был православным. В 18-м он стал мусульмасом. Куда делись за исключением Массантина и немногочисленных капардинцев православное население северного кавказского народа? Они бежали либо на Дон, либо вот эту вот в Украине. Поэтому наше название скажем так с 17 века русское этого времени казаков это черкассы, черкесы. Слышали наверняка? Это именно потому, что они были чернявые этих самых как они называются в бурках черкеса и прочее, прочее, прочее. Резко, шашками пользовались значительно лучше. У них у всех кинжалы были, чего у москалей не было, у москалей там ножи у украинцев. И прочее, прочее. Вот Ульянов всячески подчеркивает, что это было вот так. Естественно, там было очень много молдаван и даже много поляков, перешедших назад в православие. Открыю вам страшный секрет. Несколько есть даже казахских родов, которые происходят от крещённых евреев. Борославский полковник эпохи Богдана Хмельницкого был, соответственно, у нас с вами крещённым евреем. И всё прочее, прочее. Вот Ульянова всячески за это ругают, но я могу сказать только одно. В завершение меня Александр Александрович проще так ограничить. Я ему какой ещё русский аргумент? Последний я скажу. Это эксплуатация бедного украинского народа ненавистными москалями. В чём выражается эта эксплуатация? Ну, про XVII век говорить не будем, там вообще сложно говорить. Ну, вот XVIII век. Как вы все прекрасно знаете, гражданским мужем у Елизаветы Петровны был Алексей Кириллович Разумовский. Это единственный фактор, который я могу подтвердить, что дамы с колей издевались над малороссиянами, потому что, когда Разумовский запил, Елизавета Петровна, хотя ему изменяла с Иваном Ивановичем Шуваловым, но заботилась о мужа очень хорошо. Она ему поставила караул. Он споил на караул преображаться. Тогда нам его поставила, вот, москали, проклятые, не пьющих старообрядцев. В результате чего он её пережил. Значит, два идеолога Петровского времени, Стефан Егорский, киевлянин, Феофан Прокопович, житель, первый архиепископ и один из создателей русского языка, как вы все прекрасно знаете, это житель города Переславля Южного. Значит, дальше уйдём у нас Кирилл Кириллович Розумовский, это у нас с вами, малороссиянин, черниговец, последний гетман, фельдмаршал, маршал, то есть, извините, канцлер Безбородка, это украинец, Кучубей у Александра Первого, украинец, батька-командир, любимый полководец Николая Первого, Иван Фёздорович Паскевич, тоже у нас полтовчанин, малороссиянин, и так до бесконечности. Я надеюсь, никто из присутствующих не будет мне доказывать, что паспорт Константину Устиневичу Черненко, выписанный к генсекству, что у него национальность русский, это не соответствует действительности. Кстати, у Брежнева с Хрущёвом паспорта тоже были выписаны в свое время на украинцев, а потом меняли в зависимости от занимаемой партийной должности. Про писателей-поэтов принципиально не буду говорить, потому что вся эта чушь, которая написана в 20 веке, Хохолли Гоголь, Хохолли Алексей Константинович Толстой, или про Шевченко, это вообще все бессмысленно говорить, потому что это чисто провинциональное происхождение и жение столичное. Это я прошу прощения, что задержал регламент. Существует огромное в русской мысли направление, которое отрицает существование украинцев как нации, и второе, которое со всеми этими фальсификациями признавая украинцев за отдельную нацию, постоянно борется. Но большинство из русских ученых не признают существование какого-либо отдельного народа, более древнего, чем русские. Практически таких нет. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, я... Спасибо, Кеатер Николаевич. Конечно. Пожалуйста, друзья мои. У меня коротенький вопрос. Что, Кабзарь Шевченко написан на русском и потом переводился на... Ну, собственно говоря, сам Кабзарь, он написан на малороссийском на речи. Он существует сейчас в двух видах. Один это вот на этом малороссийском пиво, чем на речи. Ну, так, НИБО, ты меня пидманола и прочее, прочее. Но на современной Украине его издают в переводе Вениченко, чтобы он был более украинским. То есть, в высому характеру. Точно так же они издают. Спасибо, кстати, за великолепный вопрос. Слово у полку Игоря, где вы не найдете слов Русь, русские гнядья, русская земля, вы там найдете украинцы, украина, у Украины. Что еще традиционно? Марксизм учил наших людей, что национальное самосознание появляется с образованием буржуазной нации. Соответственно, национальное самосознание должно возникнуть где-то в районе 16 века. То история Киевской Руси учит противоположного. У нас всегда было национальное самосознание. Примеры это памятник древней русской литературы, конкретно такой наиболее народный, это хождение игумена Даниила в Иерусалим. Где игумен Даниил, на вопрос, не хочет ли он поставить свечку на гроб Господне, говорит, нет, я не хочу поставить за свою душу, я хочу за всю землю русскую, за всех людей русских, за всех князей русских. Как вы догадываетесь, сначала в украинской миграции те независимые в Украине это произведение печатают с изменением слова русских на украинцев или с пояснением, что имеется в виду, конечно же, украинские. Поэтому Кабзарь на малороссийском диалекте написан. Насколько малороссийский диалект соответствует русскому литературному языку, да, соответствует. На мой взгляд, куда больше, чем современная мова. Русская графика, графика русская. Да, поэтому он значительно легче считается. А мне этого не кратко. Да, он считается значительно легче, и большинство слов, вот этих там, люль, цыбуля, там, они как бы современную человеку понятны. Что, кстати, приводит в страшный этот трепет. Про украинских историков не даром, они решили не пользоваться источниками. Источники для них это очень страшно. Добавляю. Вы знаете, у Кабзаря великолепно переведены салмы, вот, переведем вот так. Причем я немножко знаю язык и так далее. Скажу очень здорово. Нариха, круглая лимона, вот такого типа. Это тоже самого Шевченко написано, его стихи? Или таксированные? Надо смотреть по тексту. Я думаю, что Шевченко сам переводил, потому что вы еще учтите, немногие люди владеют церковно-славянским языком. И для некоторых людей церковно-славянские это очень сложный язык. Вот для других, ну, кто-то начинает читать, немножко для них становится все понятно. Но есть какие-то малопонятные слова. На самом деле, церковно-славянский, он, конечно, ближе к современному русскому, чем к украинскому. Что, кстати, мы и видим, потому что даваловало, волынский губернатор вот из этих сведомых запретил богослужение на церковно-славянском языке, как в языке москальском. Понятно, да? То есть мы еще один раз одержали крупную идеологическую победу в наших спорах. То есть на самом деле они открыто признают, что да, вот древний церковно-славянский язык и современный русский литературный, даже со всеми вот этими бесконечными нашими компьютерами, не знаю, там, браунами и прочим-прочим, он ближе к вот этому вот языку. Ну, пожалуйста, еще вопросы? Да, прошу вас. Большое спасибо, Дмитрий Николаевич, за очень интересный доклад. Я бы хотел спросить, а вот ощущал ли я Ульянов, когда был в Канаде, враждебность со стороны украинской диаспоры? Ульянов в Канаде был очень недолго. Он там был на стипендию Михаила Михайловича Карповича, прожил не очень долго и переехал оттуда в Соединенные Штаты. Вообще, галицийская эмиграция всегда была очень агрессивной. В дзипийских лагерях они, например, ездили и убивали даже в условиях Англии и Канаде противников их идей. То есть, это вот такой журнал «Знамя России» Николая Николаевича Чухлова забит этими сведениями. У нас, к сожалению, подшипки-то нет, я ее в Нью-Йорке смотрю. Сергей Германович Пушкарев, крупнейший русский историк на рубеже, опубликовавший учебник русской истории в издательстве Миничекова, жаловался главному редактору этого Махметинского архива, что он боится написать, что Екатерина II продолжила дело у Ивана Калиты и присоединила белорусские земли и правобережную Украину, потому что сведомые его, не сведомые, грицицы его убьют. Грицицы его за это убьют. Во всяком случае, могут побить. Поскольку нет аргументов, противоположная сторона традиционно очень политически агрессивная. Вот традиционно, что, кстати, мы всегда и видели в этом окружении. Хорошо, да. Вот Запорожская сеть, как фактор формирования менталитета территории, которая... Этот очень хороший вопрос. Отвечу тремя терминами. Прежде всего, что же такое казаки? То есть казаки – это население, не всякого сомнения, пограничное, которое не сеет, не живет и не пашет, а получает от правительства такие-либо дотации, пайки, ну, собственно говоря, зерновые и прочее, прочее, прочее. У нас этих казачьих войск было очень много, потому что, как выяснилось, казаки очень хорошо в Пскове вот они дожили до Екатерины Второй, пока не стали мещеными, а вот в пограничных землях они оказались очень эффективными, потому что именно путем содержания этой казачьей, ну, и регулярной конницы, московскому государству и Речи Посполитой удалось защититься от татар. Если раньше татары переигрывали всегда в этих комнатах сражениях с славянами, то тут славяне стали до бесконечности выигрывать. Второе, значит, под термином «казак» употреблялись тогда три разных понятия. Первое – крупные магнаты, олигархи, выражаясь по-современному, на территории Малоруссии, польского, как правило, происхождения, имели свои личные войска. Вот отсюда наше пословице, мы не забыли, казачок-то засланный. То есть казачок – это вот тот, кто присутствует. Вот. Польское государство Речи Посполитой сохраняло свою стойкость, пока большинство магнатов были православными. Ну вот, например, поклонник русской культуры, борец за православие Константин Константинович Астрожский, тот, у которого Иван Федоров Влад Строгин писал свои знамения, печатал свои произведения. Значит, его отец Константин Иванович, который, кстати, разбил Василия Третьего под Оршей, но чисто православных русских князей не поделили друг другом территорию. Один потомок Даниила Лагальского, другой Александра Яневского. Совершенно нормальное, ростное выяснение отношений для этих самых. Второе – Реестровое казачество. Что такое Реестровое казачество? Это польский список, в котором поименно приименовано количество казаков. Значит, их было две тысячи, шесть, десять, максимально сорок. Когда казачье войско перешло на сторону Реестровое при Богдане Хмельницком, русские цари увеличили до шестидесяти тысяч человек. Все эти потомки этих Реестровых казаков либо стали украинскими помещиками, вот Гоголь из них, потом у Титери Гоголя, Скоропадский, вот будущий Гетман. А большинство их потомки живут на Кубани. Это так называемые вот эти наши знаменитые кубанские казаки, не переселянцы из двух народов. Это и есть истинные потомки казаков. Причем те, кто бежали, например, как в XVI веке во главе со знаменитыми этими атаманами, борцами за православие Северином Наливайко и Яковом Остранецом на территорию нынешней Карьковской области, Слободская Украина, то есть бежавшие на территорию. Московский царь там дал территорию для жизни. Сначала Федор Иоаннович, потом Алексей Михайлович, все беглецы, их тоже переселили на территорию Кубани. Потому что им там нечего было делать после соединения Крыма. Вот как северокавказцы меня не очень хорошо убивают. И наконец третье запорожское войско. Что такое запорожское войско? Запорожское войско, выражаясь современным языком, это в натуре общак. То есть это те холопы, те казаки, которые совершили какие-либо уголовные или процессуальные преступления и бежали туда на юг и стали воевать с турками и стали там жить не признавая никакой власти вот этой своей казачьей вечевой демократии. Были ли такие аналоги в русском мире? Да, были. Знаменитые ушкуйники. Вообще Новгород, собственно говоря, весь это огромные Псков и Вятка, это вечевые республики. Это Бродники, которые были до Матгол-Патарского нашествия. Вот. И они таким вот образом существовали. Ну, наивные, как Николай Васильевич Гоголь, писать, что это были рыцари православия. Никакими рыцарями православия они, конечно, не было. Ну, извините меня, если мы посмотрим, как все вели крестоносцы, например, в четвертый, как раз, поход, то редкие наши друг шугубы и насильники казаки могут сравниться с тем энтузиазмом, который есть у посвященных жителей Западной Европы. А именно сжигание эллинских рукописей и прочее, 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 прочее. Вот. Гребежи православных крабов, драка по поводу между венецианцами и фламандцами за эту икону Адигидрии, хотя она досталась фламандцам по шеребе, и прочие там более веселые вещи. Почему вообще возникло вот это движение Богдана Хмельницкого, приведшее к воссоединению Малороссии с Россией? Все очень просто. Дело в том, что все было тихо и спокойно, пока местные магнаты были православными. Но они стали переходить в католичество, потому что у нас не было вот этого более культурного слоя, которое могли. При Петре стали переведировать Речь Посполитую сто процентов по всем. При военном пути именно при Алексея Михайловича. Что произошло? Произошла уния эллисейская 76-го года, и православная церковь была ликвидирована на территории всей Речи Посполитой. Тогда уговорили не Константинопольского патриарха, а патриарха антиехийского, ставить новых епископов и новых попов. И чтобы не были захвачены храмы, в эти храмы стали вписываться мещане, купцы, дворяне, казаки. Для того, чтобы вот все запорожское войско – это братство Киево-Усперско-Печарской лавры. Они официально там числились, поэтому нельзя было закрыть монастырь и отдать униату. И это приобрело огромный масштаб. Именно эти братства подняли массовое восстание. Седьмое восстание было Богдана Хмельницкого, оно отличается от всех остальных, что магнату православному одному чиселю не удалось уговорить, потому что сказали, вы нас уже много раз обманывали, мы поднимаем восстание, и население Киева подняло мятеж. Понятно, да? А вот дальше вот очень интересный вопрос – это почему произошла руина, то есть они между собой передрались, и все бегали к русскому царю в качестве арбитра. Пожалуйста. Спасибо. Прошу вас. Скажите, пожалуйста, вот у них нет шансов на выход из сферы влияния русской культуры? Я имею в виду по причине того, что язык никуда… ну это их, а мой… я имею в виду, будем ли мы вместе вот дальше. И мне нужно заменить… на английский, понятно, не заменишь. Ну, во-первых, у них действительно идёт процесс этногенезии. если люди просыпаются утром, что убьём москалян, ничем хорошим это, естественно, не хочет. А это массово вообще? А? Это массово. Ну, что касательно массовости, понимаете, проблема украинского мира – это не проблема Львова и Киева, это проблема Москвы и Петербурга, на мой взгляд. Вот если бы у нас бы, действительно, все бы продемонстрировали, пойдём на любые лишения, но спасём наших братьев, которые впали в какой-то полный маразм, то это было бы всё через 15 минут и решено бы просто. Ну, как вы думаете, все эти годы наше российское правительство не предпринимало никаких мер против пропаганды украинского нацизма. Никаких, абсолютно. Все эти дома Москвы и прочее – это было жалкое подобие того, что нужно было делать на этой территории. Мы потеряли практически всякое там культурное влияние. Мы не потеряли там культурное влияние, потому что даже во Львиве и во Ивано-Франкинске, вы сходите с этого самого вокзала, первый книжный киоск или лоток там лежит Дарья Донцова, Ник Перумов, Полина Копылова, Виктор Пелевин и прочее – прочее. Но Кучма с этим боролся, один из самых прорусских президентов. Он поставил цену на украинскую книгу в десять раз дешевле, чем аналогичная книга на москальском море. Понятно, да? Вот они пытались вводить этот синхронный перевод фильмов на украинском языке или субтитры писать и заглушать вот это вот. Проблема не в этом, а проблема совершенно в другом. Проблема в нас. То есть мы не оказываем никакого помощи, на самом деле. Мы на самом деле продаем, мы отрекаемся. Мы начинаем разговоры про то, что украинцы – это тоже отдельная нация, что их надо уважать, что мы должны входить в этот самый ввод. У нас много других проблем, у нас начинают заниматься своими собственными социальными и прочими проблемами. Поэтому ответить вам на этот вопрос, будем ли мы вместе, я, к сожалению, не могу. Я могу сказать только одно, что люди всегда уважают право сильного. Вот если бы мы в марте месяце заняли бы не один Крым, а всю бы так называемую Новороссию, сейчас бы стоял бы вопрос присоединить Левубережную Украину. Если бы мы потом присоединили бы летом, скажем, на Левубережную Украину, то ни всякого сравнения речь бы шла бы о Житомирской области и Киеве. Вот. Ну, три области точно они сошли с ума. Это Тернопольская, Ивано-Франкинская и Львовская. Ну и тут, кстати, еще не все потеряно, потому что это вот как дурман, такая болезнь. Она сошла на людей, она находится. Вот у меня один приятель, мне сказал совершенно великолепный область, что это вот как у Толкина. Это были эльфы, которые захватил черный властелин, мышилом, что они больше не эльфы. Они стали орками. Вот это вот. А? Путал и безувидчиков. Абсолютно с вами согласен. В 15-м году, когда австро-венгерская армия заняла Левубережную, там христианин спрашивал, кто панацарес, он был русский, венгерский, гусар рубил шашкой. Вот весь политический актив был собран в первый настоящий концлагерь, это вот этот Терезин и Толерувов. Первый пример, когда вот по понятию настоящий лагерь, в смысле нацистской Германии или советского ГУЛАГа, был собран весь вот этот политический актив. Ну и до сих пор там есть деревни, даже во Львовщине, которые прямо говорят по-русски. Вот как раз Ваврик был уроженцем такой деревни, в которой вот они до сих пор сопротивляются. С Карпатросами так и не удалось сделать. То есть вот в Сталинское время Буковина 50 на 50, 50 процентов бендерцев, 50 процентов сталинцев, значит, в Тернопольской, Львовской области там было массовое бендеревское движение, с которым так и не удалось победить. То в Карпатросе, то есть Закарпатской области, ловили бендерцев и выдавали им сталинским милиционерам. Понимаете, да? То есть вот эта вот неоднородность, это очень трудно говорить. То есть о чем идет? О Галицизской нации? О Днеприанской нации? О Новороссии? О других территориях? О чем речь? На мой взгляд, мы с украинскими идеологами ни о чем договориться не можем, потому что я по одной ссылочке нашел очень интересный трактат. Вот можете, кстати, проверить. Автор его Ростислав Яндык. Книга называется «Нарис. Расовую историю Украины». Нарис. Нарис – это очерк, естественно. У нас слово «нарисованы». В общем, вот. «Львов. 38-й год. Науково товарищество именно Шевченко». Ну, научное объединение имени Шевченко, Тараса Григорьевича. Вот. В этой книге сделан глобальный вывод. Ну, это очень характерно, кстати, до 1950-х годов. Ну, вот он характерен для украинской националистической, для псевдо-националистической психологии. Как вы думаете, чем принципиально отличаются украинцы от всех остальных народов Европы? Никогда не догадайтесь. Они никуда не вступают в межнациональные браки. Бывают исключения, редкие. В Волынско-Берестейском пограничье. Но такие браки, как правило, оказываются бесслодны. Разговариваясь с людьми, которые серьезно считают, что, живя рядом с евреями, украинцы не смешивались никогда. Разговариваясь серьезно с людьми, которые серьезно считают, что белорусы и русские и украинцы не вступают в межплеменные браки. Говорясь серьезно с людьми, которые серьезно считают, что с румынами и с молдаванами нет никаких межродственных браков, и с венгриями, и кого там только не было, болгары, сербы на этой территории, крымские татары и прочее. Просто ни о чем. Точно так же, как бессмысленно разговаривать, например, о Голдоморе. Это абсолютно бессмысленно. Потому что все аргументы, которые выражаются, это говорится, что это все вранье, и говорят, что это сделали Маскали. Ну, начиная от национальности Кагановича и Сталина. Если вы не знаете, что Сталина... У вас есть вопрос? Пожалуйста. Последний вопрос. Достаточно, наверное, вопросов. Можно еще один? Хорошо. Два последних вопроса. Хорошо. Я на самом деле хотел задать два вопроса. Родион, выбери самый трудный. Хорошо. Объедините, Вадим. И объединяем их труд. Главный вопрос. Вы говорите об украинском национализме. Вы упоминали о том, что и отдельные русские историки и публицисты признавали тезис о том, что украинцы являются неким самостоятельным образованием. Народным политическим этапом. И вы, если я правильно вас понял, связывали этот процесс где-то с середины XIX века, когда русская общественная мысль стала реагировать на инспирированное Австрией национальное украинское движение, когда там и Николай Гаврилович Черешевский написал статью «Национальное бестаптное» об русинском словаре и так далее. Однако в 1830 году Николай приводит в своей истории русского народа, пытаясь определить русскую народную общность и отделяя ее от государства, буквально заявляет, что украинцы отличны от русских по всем признакам, кроме веры, и являются самостоятельным этническим образованием, которое невозможно смешивать по ключевым этнографическим признакам с русским народом. Таким образом, вполне возможно, не исключено, что и размышления самих русских публицистов, я понимаю, да, Николай Полевой, какой он историк, но размышления самих русских публицистов могли инспирировать аналогичные мысли у самих украинцев, коль уж они относятся к Украине. И главное, а влияние Цышковского было ли? Его же читала вся русская интеллигенция. Герц, Хомяков, Киреевский. Это был гимн, да? Гимн поляк. Все, я понял, спасибо, хорошо. Значит, ответ на первый вопрос. Во-первых, там не об украинцах, а о малороссиянах идет терминологически. Это очень важно в данном случае. То есть, когда, соответственно, человек читает русский и малороссияне, он, соответственно, понимает, что малороссияне слова такого нет, это книжное слово, а как же он себя называет местное население, ну и так далее. Во-вторых, в это же время, если мы будем называть других мелких публицистов, мы найдем то же самое про казаков, про сибирскую нацию, и даже если покопаемся, мы найдем про смоляны, про прочее, прочее. В 19 веке вот этом краевическом любовании особенностей каких-то отдельных территорий – это очень частый пример. Наша либеральная интеллигенция, зацикленная на борьбе против власти, оппозиции власти, очень часто совершала поступки, о которых потом жалела. Вот тот же Костомаров, который вроде как сначала очень любовался, разливался между, он был сторонником того, что не надо царской самодержавной власти, а надо вот какие-то альтернативы славянской демократии. Это у него была любовь в Новгород и Пусков, и вторая – это вечевые традиции казаков, казачий круг. То есть, да, да, действительно, два примера. Между собой они очень близко развитые, надо быть полным идиотом, чтобы они поняли, что это явно вот эти вот местные сходы, которые у нас народ собирается. И во всех критических этих самых, они как бы возражаются на глазах, когда пропадает какой-то признак чиновной власти. То есть, кто кого переорет или кто кому даст по физиономии, тот и прав. Вот, все понятно, да, все совершенно верно. Значит, естественно, женщин-то лучше не допускать, это действуют мужики. Вот, тот же Пантелеймон Куриш. Они все хватались за волосы, потому что вдруг понимали, что их понимают абсолютно не так, как они, о чем они говорили. То есть, они про Божий дар им про Ижницу. Значит, по поводу вот этого вот любования. Дело в том, что действительно увлечение, романтизм, этнографические казахофильства и вообще вот это вот особое народолюбие, оно сыграло самую дурную руль в этом отношении. Потому что стали говорить, ну, раз вы вот тут всякие-то, извините, эти косоворотки квалифики, почему не может быть вышиванок? Хотя это одно и то же, на самом деле, там только росписи разные. Значит, по поводу национального характера. Вы знаете, ну, честно говоря, я не могу понять. Там берется очень хитрый, ну, вернее, я могу понять, там берется очень хитрый вопрос. Там сравниваются жители Москвы и Петербурга с сельским украинским населением. Если мы будем сравнивать по тем же с населением Воронье и Жили-Курска, мы не увидим никакой разницы. Если мы будем сибиряков сравнивать, у нас действительно вот центральные русские деревни, население – это одно, сибиряки – это совсем другие. Но если мы сравним русский сибирь и Сибирь, мы увидим, что это одно и то же практически. Ну, там традиционно. Миф – сибиряки выше русских, да. Они меньше едят зерна, больше едят мясо. Ну, русский север, на самом деле, в точно. Больше ягод едят там, чем это русский север. Поэтому вот это вот, отвечая на первый раз вопрос, да, в публицистике это присутствовало, но там, я подчеркиваю, не слово украинское, а слово малороссийское. И таких терминов довольно много было существовало для того времени. Нельзя малороссийский фактор отвергать от других факторов. Их очень много существовало по этому поводу. Увлечение 19-го века местным национальным романтизмом. Вот как раз в этом отношении там не полевой, если бы хотел бы меня укорить, сказать бы про знаменитую историю русов, которую написал Василий Полетико. Это вообще фантастическое. Оказывается, украинское государство существовало всегда, никогда под власть Польши не попадало, а потом его как-то незаконно присоединили московские цари. А так у них всегда там были вечевые традиции культуры, и вся Европа завидовала вот этим казакам, которые есть рыцарь Востока, крестомолстцы Востока. Точка, да, и вопрос еще был. Да, пожалуйста. Увлечение по поводу государственной символики Украины. Я имею ввиду призубец. Какое идеологическое содержание у него? Ты знаешь, что это было в Африке. За этот великолепный вопрос. В 1936 году национальный трудовой союз нового поколения, будущий НТС, те, которые занимались солидаризмом, решили поменять, чтобы отличаться от других политических организаций, свой старый монархический символ, двуголовый орел, на какой-то другой символ. Они взяли в качестве вот этот знаменитый трезубец. И когда в 1936 году они брали этот трезубец, еще никто почти не знал, что это украинский национальный символ. Дело в том, что сам трезубец – это герб Рюриковича, и только у Рюриковича – это парящий сокол. Рарок – это сокол парящий. А сокола парящего на маленькой, как вы понимаете, при той уровне чеканки изобразить практически нельзя. Поэтому по-гречески писали слово «базилевс». Ну, царь, соответственно, повелитель. И если вот этот «базилевс» как бы так вот рассматривать сбито, то получится как раз вот такой чуть-чуть неправильный трезубец. Понятно. Так что, действительно, когда пишут многие критики украинского сепаратизма, они пишут все вранье, вся история войны, все движение войны. И даже лидеры их не той национальности и не с теми фамилиями. В том числе вранье и про флаг, вранье и про трезубец. Все вранье. То есть, действительно, это сплошное мифотворчество. Причем не наше мифотворчество, так как, где у нас спорят кто был по национальности юрик, то ли скандинавт, то ли славянин. А это полностью вранье. То есть, нету самого предмета. Вот неправильное написание имен, например. Не князь Владимир, а князь Володимир, который крестил, кстати, Русь, католичество. Спасибо большое, Петр Николаевич. Еще раз большое.